Совсем недавно авторская школа «Шторм» Александра Шлеменко объявила о запуске собственного промоушена «Шлеменко Fighting Championship». Первый турнир состоялся 20 июня нынешнего года в Омске. В одном из главных боев «Вечера в клетку» вышел ветеран турниров «Эмман Челлиш» Александр Осетров, который провел под эгидой «Ман Глобл» 6 поединков и участвовал в бою за пояс чемпиона организации в легчайшем весе. Его соперником стал боец из Кыргызстана Рустамбек Нуржанов по прозвищу «Волкодав», который сделал себе имя выступая на турнирах AFC и MMA серии. Его профессиональный рекорд составлял 7 побед в 10 боях. Сейчас интересный бой Александр Осетров, представитель нашей команды «Шторм Шлеменков» и «Тим». Тот факт, что бойцы не делают вес, это говорит не только о том, что у них какие-то проблемы есть с весом, но еще о том, как они относятся к своему сопернику, с какой долей уважения. Ну да, вероятно, что не уважают. Ну, всякое бывает. Может, как-то себя плохо чувствовал. В любом случае нельзя отметать того факта, что некоторые бойцы ведь еще и на коротком уведомлении принимают вызов. Ну да, да. Мы знаем, что Александр Осетров снялся соперник и буквально там за несколько дней соперник его из Кыргызстана вышел на замену. Ну вот в этом плане, конечно, Рустамбеку Нуржанову стоит отдать должное, потому что согласился. И здесь отметим, что он так поступил по-мужски, скажем так. Ну да, не каждый против Александра Ситрова будет уходить еще на коротком. Да, за несколько дней. Но видно, что как бы согласился, значит, может уверен в своих силах, тем и это делает бой более интересным. Такое очень колоритное появление было у обоих. Рустамбек Нуржанов вышел в национальном киргизском головном уборе «Эртал». Ну а Александр Осетров под такую музыку с мотивами северных народов вышел. В общем-то, каждый постарался предматчевое шоу такое показать для того, чтобы добавить красок без того. Красочный вечер боев в рамках Шлеменко Fighting Championship. Видно, весь бой сейчас проходит в стойке, пока первый раунд друг к другу присматриваются. Видно, что обмениваются ударами ногами. О, какое попадание! Хороший, хороший удар. Шай-пик от Александра Осетрова. И он отправил в нокаут. Рустамбека Нуржанова. И вот такая вертушка вокруг себя. Хорошо, Александр, молодец. С левой ноги. Врачи появляются сейчас в октагоне. Будем надеяться, что с соперником Александра все в полном порядке. В чувствах он находится. Все хорошо, просто надо немножко сейчас отойти. Это был Александр Осетров. И прямо сейчас увидим, как он разобрался. Видно, что прикормил по ногам. Прикормил и ногой. Прямо руку держал. Видно, что он руку не опустил. Он прямо ему через руку попал. Очень тяжелый удар. Да, здесь, конечно, добивание здесь, конечно, было лишним. Рефери молодец. Очень, очень грамотно, профессионально среагировал на этот момент. Видно, что удар был. Скорее всего, удар пришелся именно... Он вроде держал руку, но через перчатку Александр пробил. Видно, что он левой ногой. У него очень тяжелый удар. Я думаю, что он его прикормил, потому что он бил по ногам, а потом перевел на голову. Я думаю, соперник не ожидал этого удара. И удара не видно было. Я сам его не увидел, как он его четко попал. Отличный удар, отличный нокаут. Я думаю, что, может быть, и сегодня это бой вечера. Посмотрим. Вполне возможно. По крайней мере, это удар вечера на данный момент. Я сейчас, когда Александр пробил, это было в стиле, наверное, как Мирка Кроку бьет хорватский полицейский. Он сколько раз с левой ноги, и сколько раз с левой ноги нокаутировал всех соперников. Видно, что соперник не понимает, что произошло, что произошло. Не до конца еще в чувствах находится Растамбек Нуржанов. Ну, а Александра Сидрова поздравляем с восьмой победой. Он совсем недавно, ведь выходил в октагон. Он седьмого мая бился в шторм Шлеменкова и Тим дает понять, что это грозная сила появилась на карте отечественных, да и международных промоушенов. Видно, что соперник не очень хорошо себя чувствует, даже не стали объявлять его в клетке. Аплодисменты Александру Ацетрову. Чего ждать твоим поклонникам? Мы знаем, что Омск любит своих бойцов, и ты один из тех, на кого с удовольствием приходит посмотреть эти аплодисменты тому подтверждения. Чего ждать поклонникам дальше? Ну, для начала мне нужно пообщаться со своим тренером Александром Шлеменко. И там мы решим, куда дальше и что, в какое время. Дорогие друзья, меня зовут Александр Шлеменко. Теперь на моем канале будут публиковаться бои бойцов моей команды. Так что личная просьба от меня. Подписывайтесь, следите и оценивайте бои наших бойцов. Добавишь на связь? И... 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 И помогайте им всегда выигрывать. Вот так.